Ну что ж, дорогие телезрители, еще раз всем доброе утро и у нас завершающий гость. Хочу его быстренько вам представить. Сегодня в гостях у нас Нургуль Молдошева, заведующая отделом международных связей и привлечения инвестиций. Доброе утро, здравствуйте. Здрасте. Ну, я, наверное, начну с объявления, что 12 декабря в Кыргызской национальной филармонии имени Тухтовула Сатурганова состоится церемония закрытия года слияния Кыргызстана и России, которая начиналась еще в 2020 году, да, перекрестный год. Расскажите, пожалуйста, об этом. Договоренность об объявлении перекрестного года была достигнута в 2019 году в ходе визита президента России в Кыргызстан. И старт был дан в 2020 году в Москве с участием делегации высокого уровня во главе нашего уже президента тогдашнего, это Джейн Бекова. Само открытие, оно состоялось 27 февраля 2020 года в государственном Кремлевском дворце. В нем приняли участие ведущие коллективы Кыргызстана. В частности, программа была отмечена виртуозным исполнением наигрышей на Комузе и Балалайке. Это от Кыргызстана было за мир бегущим Бекову. И от российской стороны был виртуоз, который сыграл на Балалайке. Особое внимание заслужило это детское исполнение на ксилофоне, где от нас выступил юный талант Токтаим, Мирзаим Токтосунова. И также ведущий в наших коллективах Ахмарал, Камбархан. И также особое внимание было уделено это то, что российская актриса кино и театра. Народная артистка Российской Федерации Анна Большова, она прочитала отрывок из повести «Чемзайтматова материнская боли». Замечательно. Ну и у нас сегодня такой большой перечень мероприятий с того времени, с 2020 по 2022 год. Возможно, вы на некоторых из них остановитесь и расскажете нам о них. Вообще намечался целый такой большой спектр мероприятий. В сводном плане нашли отражение более 200 мероприятий, которые затронули достаточно широкий спектр сотрудничества между нашими странами. Между нашими странами, вы знаете, что исторические отношения недалеко уходят корнями в историю. И сотрудничество, оно осуществляется как в культурно-гуманитарной сфере, и в торгово-экономической сфере, в сфере здравоохранения, образования, в военной сфере, по линии ОДКБ. То есть это достаточно у нас много точек соприкосновений и сотрудничества. И к большому сожалению, где в какой-то мере пандемия внесла свои коррективы, и многие мероприятия не состоялись отдельно, не состоялись в онлайн-формате ввиду карантинных мер. Некоторые все-таки состоялись. И хотелось бы отметить, что мероприятие в том году особое внимание было уделено 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И в частности в Кыргызстане, в наших учреждениях, в музеях, в театрах, в библиотеках прошли ряд мероприятий, приуреченных к этому. Если брать мероприятие, которое затронуло именно с участием стран Содружества, то это, можно сказать, шествие Бессмертного полка, которое прошло в онлайн-формате. И это уже добрая какая-то традиция, которая нас объединяет. И мы в этот день чтим память и мужество, отвагу, и подвиг наших дедушек, бабушек, которые непосредственно в этих горячих точках отстаивали мирное небо, и кто в тылу работал. В библиотеках прошли тематические онлайн-ресурсы, в частности в национальной библиотеке был организован. Это присоединились в рамках Содружества к онлайн-международному ресурсу, где была отражена информация по участникам войны, которые мы участвовали. И также на базе музея имени Гопаратиева была организована выставка в союзах художников Крыгойской республики «Осенняя», тоже посвященная тематике победы в Великой Отечественной войне и так далее. Отлично. Ну и говоря об этом, да, также были вообще форматы онлайн. Запланировано было 200, около 200 мероприятий. Сколько из них прошло и сколько осталось? И планируется ли, да, дальнейшее проведение именно этих мероприятий? Естественно, это уже, наверное, перепланировка. Сотрудничество в рамках этого плана этим, конечно, не ограничится. Да, конечно. Эти связи, они дальше пойдут. Пандемия, конечно, торгово-экономические сферы, возможно, внесла некоторые негативные коррективы. И до сих пор некоторые сферы проходят как бы стадию восстановления. Даже принимают программы, чтобы ускорить восстановление отдельных сфер. Но культура, мне кажется, извлекла и некоторые плюсы из этой ситуации. То есть перед нами была поставлена такая задача. Как же осуществлять сотрудничество, когда есть ограниченности в авиапсообщении, в прямом, в живом общении. То есть мы нашли новые пути общения. И от этого мы никаких плюсов даже обрели, можно сказать. Новые пути решения общения нашли. Безусловно, это не все мероприятия прошли, но только часть. Где-то, может быть, где-то 40 мероприятий где-то прошли. По линии культуры, это вот, как я объяснила, это 73-летие Великой Отечественной войны. Вот мероприятия прошли. К юбилею болота Минджил-Киева у нас прошли мероприятия. В музее в центре кочевой цивилизации прошла выставка Анны Каренина, как отражение эпохи. При содействии Россотрудничества. Также при содействии Россотрудничества прошла среднеазиатская романсиада. Допустим, большое внимание у нас, как вы знаете, уделяется русскому языку, так как он у нас официальный язык. И также были переданы книги в рамках этого проекта. И то есть мероприятия прошли. Также, несмотря на период пандемии, при соблюдении санитарных норм Министерством иностранных, дел Российской Федерации и Россотрудничества была организована такая концертная программа хора турецкого и группы сопрано, где были исполнены песни военных лет и советского времени, которые очень нам знакомы. Замечательно обо всех этих мероприятиях слышали, практически на многих поучаствовали. Ну и такой вопрос, да, отдел международных связей привлечения инвестиций, как в принципе дела обстоятся в делах у нас сейчас, да, на какой стадии развития у нас сейчас в Кыргызстане? Наш отдел, он работает в штатном режиме, то есть это все беспрерывно, это все идет. Конечно, трудности есть, несомненно, поскольку, как, наверное, многим известно, в ведении министерства шесть направлений. Эти шесть направлений наше министерство, вот международное сотрудничество ведет. И с Российской Федерацией у нас вот в плане нормативно-правобазы, мы сейчас прорабатываем вопрос по подписанию программы сотрудничества на очередной трехлетний период. Отлично. Далее, какие-то именно отдельные ситуации привлечения инвестиций крупных, расскажите о них, да, что нас ожидает. Возможно, вы с нами поделитесь чуточкой, да, планов на следующий год. Что же планирует отдел международных связей? Вот многие, не знаю, люди придают важное значение торгово-экономическим отношениям, как сферам, которые непосредственно приносят живые деньги. То есть у них есть непосредственно монетизация их услуг, товаров. Они какую-то услугу продали, тут же получили прибыль. Культура, она несколько отличается от этих сфер. И культуру монетизировать, как бы это, неправильно, и с некоторой точки зрения нельзя. Ее ценность совсем в другом. Культура, она несет то, что творческие люди, они вот сохраняют и передают это наше культурное наследие следующему поколению. Именно за счет культуры, за счет нашего языка, за счет наших традиций, быта, мы идентифицируемся как кыргызский народ. Ценность состоит в этом. Ну, сказать, что культура прям не переживает какие-то трудные финансовые моменты, тоже нельзя. Помимо финансирования с бюджета, конечно же, мы стараемся привлекать помощь в сферу культуры. И в этом плане нам хорошая помощь оказывает это посольство Туртайской народной республики. Допустим, они недавно только оказали помощь в сфере спорта, приобрели нам технику. Оказывают постоянную помощь. Два раза в год у нас проводится Всемирный фестиваль эпосов народов мира. Они оказывают софинансирование. Какие-то грантовые помощи у нас бывают, привлекаются в виде светотехники, звуковой техники. Сейчас по линии, вот через Министерство экономики и коммерции осуществляется помощь музеям в создании программы по управлению ресурсами в цифровом формате, допустим. То есть официальные каналы ведется такой проект, допустим. Вот в таком формате мы как-то стараемся привлекать помощь в нашу сферу. Прекрасно. Ну да, в любом случае, если мы говорим о монетизации культуры, это разные вещи, которые вообще никак нельзя вливать в одно. Ну и культура, она в любом случае бесценна, мне кажется. Не то, чтобы как-то ее оценивать в каких-то больших масштабах. Это отлично, потому что мы видим, какие-то действительно гранты проводятся в нашу страну. Да, есть конкурсы определенные. Но, говоря об этом, кстати, многие не знают об этих новостях. Кто-то не знает, где проводятся мероприятия. Есть ли официальная страничка, возможно, где проходят объявления? Что, где, когда? У нас вот есть в соцсетях странички, есть в Фейсбуке, насколько мне известно, в Инстаграме. То есть, на страничке есть информация, вся по деятельности Министерства культуры, она, в принципе, открыта для общественности. То есть, отдел идет не отдел, а вместе с Министерством культуры вместе идут новости. Да. Все, замечательно. Требуются ли кадры, возможно, в ваш отдел? Потому что, опять же, мне кажется, сейчас очень много людей тянутся именно в Министерство культуры. И, естественно, это будет поток после выпускных. Потому что к маю, мне кажется, уже будет все забито, и нужно заранее все это планировать. В кадровом смысле, в госсфере, я думаю, кадровая текучесть она и есть. И в этом вопросе, наверное, более развернутая, более подтвержденная информация, наверное, все-таки наш профильный отдел может дать. А так, если, конечно, госсфера, она нуждается в хороших кадрах, квалифицированных. Хорошо. А кто может вообще работать в отделе международных связей и привлечения инвестиций? Дипломированные специалисты, которые окончили по специальности международные отношения, лингвисты, насколько мне известно. И по знаниям языков, допустим, определенное направление, если они закончили. Международное право тоже приветствуется. Так как наш отдел, он не только занимается перепиской, переговорами, но также прорабатывается и нормативная база с зарубежными странами, тоже приветствуется. Есть язык, человек знает иностранный, это преимущественно английский. Конечно. И право, вот, юридическое образование, если есть, это приветствуется. На данный момент. Ну и такой вопрос уже ввиду этого, как вы попали в этот отдел, почему именно это направление? Образование у меня, я закончила на преподавателя английского языка. Это университет имени Ищенала Арабаева, в далеком 19-м. Это, получается, в 2004-м году. Я достаточно долго, некоторое время не могла себя найти. Я работала в разных сферах, почти в частной сфере, и в школе проработала, в 64-й гимназии. И со временем эта стабильность пришла. Я нашла себя вот в министерстве. В этой сфере я уже работаю 14-й год. Прошла практически все ступени, начиная от специалиста подведомственной организации. Замечательно. У меня такой вопрос. Помогает ли педагогическая деятельность, начало в вашей работе сейчас, помимо знания языка? Педагогическая? Помогает ли? Нет, я не могу сказать, но она отпечаталась. Как в педагогах есть такие привычки, да? Повторять что-то. Кому-то подсказывать. Контролировать, наверное, да? Да, вот эти, наверное, качества как бы отпечатались. Ну и такой вопрос, действительно. Сейчас, секунду. И забыл все вопрос. Ну ладно, ввиду этого, опять же, мы говорим о международном отделе. Какие трудности вы испытали во время всей работы? Потому что, как мы говорили о процессе, в принципе, отдела, вы сказали, он работает в штатном режиме, но есть, естественно, затруднения, какие-то трудности, в любом случае они будут. Какие они? В чем они заключаются? Ну, это трудности не только министерства, не только нашего отдела. В принципе, госслужба, она сама по себе тяжелая сфера. Это, конечно, бывают такие режимы, прям надо включать, так активно работать. Бывает, надо задерживаться. То есть мы не можем это говорить, что с 9 до 6 я вот отработала и все. То есть есть момент, когда можно и до 11 оставаться. То есть она требует определенных жертв. Это на нервах, конечно. Госорганы, они отрабатывают госвизиты, содержательные части. Надо некоторые документы продвигать в срочном порядке. В общем, и когда переписку ведешь, переговоры, надо это все грамотно осуществлять, потому что это в конечном итоге показатель страны. То есть мы, каждый госслужащий, это вот как части огромной вот этой госмашины. И наша квалифицированность, она напрямую как бы отражается на страновом имидже. Это очень ответственная работа. Да, действительно. Ну и такой вопрос, знаю, да, не будем уходить далеко по своим родителям, людям, госслужбы. Да, мы понимаем то, что действительно ненормированный график. Насколько? То есть действительно ли это так, что вы не так, чтобы с 9 до 6, а каждый день остаетесь до 11? Или это бывает только в определенных ситуациях? Насколько часто? Ну, бывает ненормированный, но я не могу сказать, что часто. И это все-таки зависит от специалиста. Если в некоторых смыслах он сам не успевает, человек, свою там каждодневную работу выполнять. Но есть определенные правила, что ты должен вовремя закрывать эту переписку, вовремя давать ответы и так далее, прорабатывать вопросы. Если вопрос с этой стороны смотреть, то это, конечно, специалист, это, ну и от него зависит. А нештатно это редко, но бывает. Надо оставаться. То есть мы готовы должны быть к этим ситуациям, поскольку мы осознанно идем в эту сферу работать. Отлично, вам спасибо большое, что, в принципе, рассказали нам сегодня о перекрестке, о перекрестном годе вообще. В принципе, познакомились, знаете, чуть-чуть глубже с отделом международных связей и инвестиций, привлечения. Ну и спешу вас представить наших гостям. Дорогие телезрители, в гостях у нас сегодня Нургуль Молдошева, заведующая отдела международных связей и привлечения, инвестиций. Дорогие телезрители, в гостях у нас сегодня.